Добрый день! Мы приветствуем вас на интерактивной площадке регионального информационного центра ЮГРА. 27 марта Росгвардия отметит двойной юбилей – 5 лет с момента создания и 210 лет со дня образования войск правопорядка в нашей стране. В задачи службы входит обеспечение общественной безопасности, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, государственный контроль за оборотов оружия, частной и охранной и детективной деятельностью, а также обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса и имущественной безопасности юридических и физических лиц. Сегодня мы поговорим о службе Росгвардии ЮГРЫ. Наш гость – начальник управления Росгвардии по ЮГРЕ, полковник полиции Евгений Евгеньевич Симаков. Добрый день! Здравствуйте! Прежде чем перейти к вопросам, напомню, что трансляция пресс-конференции идет в группе ОТРК ЮГРА ВКонтакте, где наши зрители могут задавать вопросы и оставлять комментарии. Также у нас на связи журналисты муниципальных СМИ. Итак, Евгений Евгеньевич, расскажите, какими достижениями был отмечен 2020 год и, собственно, какие задачи поставлены на 2021-й? Ну, если говорить об итоговых достижениях служебно-боевой деятельности, то хочу отметить, что за 2020 год управление Росгвардии по УХМАО ЮГРЕ заняло второе место из шести среди рейтинга территориальных управлений по Уральскому федеральному округу. Если говорить о конкретных цифрах достижениях, то за 2020 год сотрудниками специальных подразделений ОМОН СОБР было задержано почти 300 человек за совершение преступлений. При этом в ходе специальных мероприятий из незаконного оборота было изъято 52 единицы оружия огнестрельного, было 9 тысяч единиц боеприпасов, одно самодельное взрывное устройство, порядка 19 килограмм взрывчатых веществ. Кроме этого изымались деньги, 30 миллионов рублей из незаконного оборота и порядка 800 килограмм биологических ресурсов, которые занесены в том числе и в Красную книгу. Следующее направление – это лицензионно-решительная работа. Под их контролем на территории Югры находятся свыше 64 тысяч владельцев оружия. Более 123 тысячи единиц оружия у них находятся на руках в собственности. За этот же период они провели более 46 тысяч проверок условий хранения оружия. При этом было выявлено более 2,5 тысяч правонарушений, по которым были составлены административные протоколы и, соответственно, изъято более 1300 единиц оружия за допущенные нарушения. По безопасности топливно-энергетического комплекса из-за 198 объектов ТЭК в прошлом году было проверено 48. При этом были выявлены более 300 нарушений в антитоистической защищенности этих объектов. Были выписаны соответствующие предписания, составлены, опять же, административные протоколы. Ну и хотелось бы в целом ответить, что уровень преступности на территории округа остается самым низким по сравнению с другими субъектами Уральского федерального округа. Если говорить в количественном выражении, то на 100 тысяч населения у нас в Югре совершено 1260 преступлений, в то время как на территории Уральского округа эта цифра 1545, а в России в целом 1392. То есть уровень значительно ниже. Да, это замечательно. Прошлый год в связи с распространением коронавирусной инфекции был непростым как для граждан, так и для правоохранительной системы. Расскажите, какие коррективы пандемия внесла в службу Росгвардии? Да, мы, как и все, поучаствовали в этих мероприятиях. Ну, хотелось бы сказать, что подразделения участвовали в профилактических мероприятиях. Они охраняли обсерватории, где находились заболевшие, либо изолированные граждане нашего региона. Это город Коголым, город Нефтьюганск и поселки городского типа, это Федоровский и Пойковский, где была обеспечена безопасность на территории непосредственно этих обсерваций и, соответственно, прилегающие территории. Кроме этого, сотрудники ОМОН на регулярной основе участвовали в контрольно-профилактических мероприятиях на въездах в наш город. Устанавливались КПП и, соответственно, проверялись граждане, въезжающие на территорию нашего округа. Кроме этого, продолжаются мероприятия. Подразделения на территории осуществляют совместно с сотрудниками полиции и управлением Роспотребнадзора мероприятия по недопущению и заноса коронавирусной инфекции. Рейдовые мероприятия – это объекты торговли, общественные места, транспорт и прочее. Хорошо. Такой вопрос. Сотрудники Росгвардии часто становятся героями публикаций в СМИ. Ваши сотрудники спасают из огня, на воде, в дорожных происшествиях. Можете привести примеры, какие-то наиболее яркие, которые произошли не так давно? Да, конечно. Я могу привести просто несколько примеров положительного внесения в службу нашими сотрудниками. В феврале прошлого года в городе Лентор сотрудники ОМОН и СОБР нашего управления оказали содействие коллегам из окружного УМВД по задержанию членов запрещенной на территории Российской Федерации Международной террористической организации и Марат Кавказ. Трое местных жителей обвиняются в подготовке террористического акта в одном из торговых центров. В июне прошлого года в городе Ханты-Матсиск бойцы ОМОН оказали содействие сотрудникам регионального управления ФСБ и Следственного комитета по задержанию подозреваемого в мошеннических действиях в отношении наших жителей, земляков. Был примерный ущерб составлял 45 миллионов рублей. В ноябре прошлого года в городе Советском сотрудники спасли из горящего дома 50-летнюю жительницу. В декабре прошлого года в городе Лангипас сотрудник предпринял меры по предотвращению падения из многоквартирного дома 5-летнего мальчика. В феврале уже этого 2021 года в городе Пытьях сотрудники спасли 11-летнего мальчика, который провалился в открытый конвенционный люк. Оказали ему первоначальную помощь. И в марте этого года сотрудники вненостной охраны на пожаре спасли пожилого мужчину, жителя Югры в городе Урай. Вот эти вот положительные примеры. Росгвардия это не только охрана порядка и защита интересов граждан. Большая работа, насколько мне известно, ведется по патриотическому воспитанию молодежи. Сотрудники участвуют во встречах с молодыми людьми, со школьниками. Расскажите, как вот работа идет в этом направлении? Наши военнослужащие и сотрудники действительно во взаимодействии с ветеранскими организациями, с военно-патриотическими организациями стараются внести свой вклад в развитие воспитания нашей молодежи. В начале этого года в городе Нижний Вартекс подшифтной Росгвардии школе номер 10 состоялось торжественное посвящение учащихся 1-5 класса в кадеты Росгвардии. Мероприятие проводилось со взаимодействием с членами окружной общественной организации, ассоциация ветеранов подразделений и спецподразделений, спецназовское братство. В конце 2020 года нами ведется работа по созданию в Югре оригинального отделения детского и юношеского военно-патриотического общественного движения «Гвардейская смена». Она будет создана под егидой Федеральной службы войск национальной гвардии. Помимо этого, ежегодно при поддержке и непосредственном участии личного состава Управления Росгвардии Пахмава Югры в Нижневартовске в летний период проводятся военно-патриотические смены детских лагерей. Это юный росгвардеец, это путь в элиту и школа мужества. Ну и многие другие мероприятия, в которых мы принимаем участие. Евгений Евгеньевич, позвольте личный вопрос. Вы переехали в Югру в начале этого года. Поделитесь, какие впечатления от проживания в Югре? Чем удивило и чем обратило на себя внимание Югра? Да, я практически месяц нахожусь в должности, приехал недавно. Ну, вы знаете, впечатления самые позитивные, самые положительные. Насколько я успел познакомиться с людьми, понял, что северяне это приветливые, добросердечные люди, всегда окажут помощь. В этом отношении очень позитивно. Ну и при ознакомлении со своим личным составом я тоже хочу отметить, что в управлении Росгвардии по ХМАО и Югре достаточно высокие профессионалы. Служат как военнослужащие, так и сотрудники, как в самом управлении, так и в подчиненных и структурных подразделениях. В целом впечатления позитивные. Это одно из первых ваших больших интервью. Нашим зрителям наверняка интересно узнать, а у вас чуть больше, чем написано в официальной биографии. Расскажите о себе. Ну, если коротко, я родился в Казахской ССР еще, в Советском Союзе. В 1968 году город Павлодар. Закончил школу, десятилетку. В 1985 году поступил в Новосибирский электротехнический институт. В 1992 году его закончил по специализации самолетостроения. С 1987 по 1989, как было принято в те времена, проходил службу в рядах Советской Армии. Служил на Дальнем Востоке, город Уссурийск, Приморский край, в должности командира среднего танка. В 2003 году я получил второе юридическое образование, закончив Тюменский юридический институт. В органах внутренних дел с 1994 года, порядка уже больше 25 лет, начинал службу в подразделениях вневедомственной охраны с инспектора. Дошел до должности заместителем начальника управления вневедомственной охраны при УВД, в то время еще по Тюменской области. Ну и на протяжении последних 11 лет, до 2016 года, в то время, когда была создана федеральная служба Росгвардии, был заместителем начальника управления по службе. С 2016 года по 2021, по начало 2021 года, возглавлял управление Росгвардии по Тюменской области. Указом президента в январе назначена должность начальника управления Росгвардии по ХМАО Югре. Семейное положение женат, воспитывают трех сыновей. Замечательно. А в свободное время, если, конечно, таковое имеется от службы, есть какое-то увлечение, может, хобби? Ну, такого профессионального хобби, конечно, скажу сразу, что нет. Люблю в свободное время заниматься семьей, детьми, люблю историческую литературу, документалистику, читаю очень интересные книги нашей истории. Вот это направление. Наверняка уже в качестве руководителя наметили для себя фронт работы. Скажите, какие в вашем списке задачи первоочередные? Первой очередной задачей, я для себя считаю, это ознакомиться с расположением наших подразделений на территории округа, познакомиться с руководителями, оценить их готовность к выполнению тех задач, которые стоят перед управлением Росгвардии и в целом, и в частности, перед подразделениями. При выполнении служебно-боевых задач обращать внимание, эта задача им ставится на соблюдение законности и в то же время выполнение всех поставленных задач по нашему предназначению. Скажите, есть какая-то, скажем, северная специфика или служба, она везде служба? Я не скажу, что имеется какая-то определенная северная специфика. Задачи, стоящие перед управлением Росгвардии, они едины, они отражены законодательно, в федеральном законе, поэтому особых отличий нет. Подразделения, входящие в структуру управления Росгвардии, практически идентичны во всех территориальных органах, за некоторыми исключениями, в целом идентичны. И, соответственно, задачи, которые стоят перед этими подразделениями, схожи. Наш разговор проходит в канун юбилейных дат. Скажите, ожидаются ли какие-то награды сотрудникам? И вообще, как планируете отметить эти даты? Да, накануне дня войск Национальной гвардии Российской Федерации, который состоится 27 марта текущего года, более 200 сотрудников и военнослужащих поощрено уже ведомственными наградами. Это и за отличие в службе, это и за отличие в службе второй степени, ну и нагрудными знаками за участник боевых действий. То есть они будут на наших торжественных мероприятиях, которые мы будем проводить в своих подразделениях. Эти награды будут вручены сотрудникам военнослужащих. Передадим слова поздравления, благодарности за выполненные работы, службу и будем продолжать внесение службы. Ну и сейчас, накануне праздников, у вас есть возможность поздравить коллег и их семьи с праздником. Спасибо за предоставленную возможность. Уважаемые товарищи, дорогие наши уважаемые ветераны, я хочу поздравить вас с профессиональным праздником, Днем войск Национальной гвардии Российской Федерации. Хочу отметить, что войска Национальной гвардии принимали участие практически во всех значимых событиях истории российского государства. За 210 лет существования самого понятия органов и войск правопорядка. Я благодарю за самоотверженный труд, стойкость духа, верность выбранной профессии. Весь личный состав, как управления Росгвардии, по ХМАО Югре, так и своих коллег, соседей, всех субъектов Уральского федерального округа. И в целом по Российской Федерации, которые добросовестно несут службу, выполняют все поставленные перед ними задачи с честью и достоинством. Также хотелось бы выразить слова благодарности нашим ветеранам, которые являются и наставниками, и в то же время хранителям наших боевых традиций. С праздником! Днем войск Национальной гвардии! На этом наш разговор подходит к концу. Я благодарю нашего гостя, коллег-журналистов и зрителей прямого эфира. Берегите себя! До встречи на площадке Регионального информационного центра Югра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова